Всем привет! Новое видео на канале и сегодня мы поговорим об очередной копии AirPods, в нашем случае AirPods 2. У меня уже есть один экземплярчик, приехало еще несколько, не буду говорить отличаются ли они по цене, это заставлю на ваш суд. Итак, начинаю, поехали! Одну копию мы с вами уже распаковали, выглядит она следующим образом, ничего здесь не поменялось в комплекте, сами наушники, документация, коробка, полиграфия. Если интересно, пересмотрите, пожалуйста, видео по ссылке в описании. Итак, сегодня у нас приехала вот такая вот коробочка, сразу обращаем внимание, что если у нас здесь имелось ввиду, что это у нас RST якобы модель, здесь сразу производитель на фабрике пишет, что это для Китая, SH, это означает для Китая. Shift немножко поправили, в принципе, также поддерживает зарядку, здесь написано кроме AirPods, release charge case, здесь такого нет, то есть там, где написано AirPods, а нет, есть, просто немножко другим шрифтом есть. Ну, мне единственное не понравилось с качества спайки, оно здесь немножко, ну, хуже. И несколько коробок, они приехали вот в таком вот сломанном, скажем так, виде, то есть, ну, вот этот полиэтилен, а для покупателей это очень важно, чтобы они были новые, красивые. Итак, давайте эту сторонку распаковываем. Я еще ни разу не держал, ну, смотрите, коробочка, окей, она практически такая же, но если сравнивать нюансы, то вот это вот немножко, наверное, по качеству не сделано. Открываем. Даже картон у китайцев бывает разный, от этого зависит цена. Давайте сравним качество двух этих коробок и посмотрим. В принципе, углы вот здесь вот сразу видно, что, во-первых, внутренние, а есть, опять же, есть, и здесь, есть, и здесь, есть, только здесь штрих-код у нас изображен вот таким вот образом, а здесь вот таким вот образом, опять же, он приехал вот с таким вот значочком. Все равно немножко качество картона отличается, видно, что оно сделано из нескольких частей, и полиграфия, если не ошибаюсь, прям вот отличие, давайте вот так вот по шрифтам. Здесь тоненький кривой, здесь толстенький, чуть ниже, чем нужно, не посередке. В общем-то, так же у нас спереди. Здесь наушники так же отличаются, здесь они, естественно, белые, здесь с какой-то таким голубоватым отливом. Обе печати с перфорацией, то есть они немножко выпуклые. Яблочко здесь, яблочко здесь, яблочко ничем не отличается. В общем и целом можно понять, что вот это вот абсолютно другая партия. Давайте коробки в стороночку, посмотрим, что у нас в комплекте. Итак, конверты. Прямо будем доставать и сравнивать с аналогичной версией. То есть абсолютно разные поставщики и абсолютно разный товар. Вот это у нас новенькое, это у нас получается уже старенькое. Видосик есть на канале. Отличается ли картон? Да, отличается. Этот, естественно, белый, такой немножко грязно-белый. Этот чуть посветлее, но здесь почему-то, по-моему, меньше макулатуры. Этот потяжелее, кажется, ощущается в руках. Вес мы будем сравнивать в следующих видосах. Поэтому не забудьте, пожалуйста, подписаться и посмотреть все, что касается этой тематики на канале всех видео. Итак, давайте открываем. Здесь у нас просто вот такая вот брошюрка, поэтому она и отличается по весу. Больше никакой документации нет. Вот такой вот талмутик. Также цветная инструкция обычная. Напомню, здесь у нас помимо цветной инструкции лежало два вот таких вот еще вкладыша. Давайте сравним по... Даже по инструкции можно, в принципе, сравнить. Вот это вот у нас новая, только что открытая. Это старая. Качество шрифтов здесь, здесь. Мне здесь немножко нравится больше. Да и сама полиграфия, если сравнить на цвет, она даже по рисункам абсолютно немножко разная. Рисунки одинаковые, а цвет разный. Вы можете, в принципе, оценить это все сами. Итак, по полиграфии, по всему этому мы вроде как раз забрались. Только то, что у нас в новой версии, нету дополнительных двух макулатур. Дальше. Смотрим на качество самих ушей. Во-первых, сразу обращу ваше внимание. Здесь у нас нет хлястика, за которым мы поднимаем наушники. Вот он здесь есть, но он немножко как бы вскрыт, или они непонятно совсем, немножко не так упакованы. Наушнички в сторону, и смотрим на качество вот этого пластика. То, о чем я говорил в тех видео, о которых мы с вами разговаривали. Итак, качество пластика здесь. И давайте вот про вот этот хлястик я вам говорил. И качество видео, точнее, качество вот этого материала здесь. Даже на такой мелочи, то есть вот это приближенно к оригиналу. Вообще, у оригинала это с переработанного картона, а не с пластикового. Китайцы же делают в своих копиях пластик. Везде вот такая вот небольшая требуха, которая нам говорит о том, что все это штампуется, и это, в принципе, вещь, скажем так, формовая. Формуют и выправляют очень быстро, штампуют и укладывают. То есть я вот, например, на вес ощущаю, что вот это немножко потяжелее, а это вот такая вот легкая. Но это все еще хорошее качество, потому что, поверьте, друзья, я в руках держал вообще как пластик, точнее, как полиэтилен, очень легкую и, можно сказать, гнущуюся от дуновения ветра. Что касаемо кабеля. Вот он кабель. Давайте посмотрим, какой у нас был предыдущий. Их бы не перепутать. В принципе, тут практически никаких отличий нет. Уже если детально сравнивать, можно смотреть на качество оплетки, на качество вот этого картона, но все более-менее в кабеле одинаково. Помимо этого, видите, из чего состоит картон, коробка внутри, еще стоит какое-то ребро жесткости. Оно также здесь присутствует, но здесь оно вот такое вот, более тонкое и из более такого желтоватого картона. Поэтому складывается общее впечатление, что нас где-то в чем-то налюбили. Так, что касается наушников. Старые мы кладем сюда, новые подвигаем и смотрим непосредственно на сами уши. Итак, перед нами копия AirPods 2 с беспроводной зарядкой в заводской пленке. Первое впечатление. Ну, слушайте, по весу, по весу все, в принципе, очень даже ничего. Самое-то главное в репликах, это первая подача, второе, это, наверное, звук. Здесь столько, сколько вот здесь вот хлястик, он, видите, он здесь. Если там он снизу, то здесь он сбоку. Второй раз, наверное, завернуть его уже не получится. Давайте открываем с этой стороны, с этой стороны. Причем непонятно, как это все работает. Здесь, по-моему, пластик отсоединился от пластика. И достаем. То есть, вот таким вот перекрестием это все дело держится. Итак, ну что, естественно, у нас есть какие-то незначительные мелкие царапины на пластике. Формовка пластика, в принципе, неплохая. Кнопочка заподлицо, не заподлицо. Сейчас я приближу к себе, посмотрю, написано ли правильно Калифорния. Нет, неправильно. Она написана... А, нет, правильно, Калифорния. Сейчас вам покажу. Но вы не увидите, потому что блокировка фокуса стоит. В общем, на детальном видосе я вам обязательно... У меня отсвечивает прямо лампой. Ну, все более-менее... Сейчас посмотрим на качество механизма. Отдельное видео будет. Иду сразу такой палево. Вот там внутри значочек, который нам говорит, да ладно, это же у нас копия. Ну, слушайте, в принципе, неплохо. Здесь он, что ли, немножко другой. Можно сказать, со своими плюсами. То есть, если там механизм... Здесь вот наушники абсолютно никак не... А здесь они... Слышите? Внутри что-то играет. Здесь тоже, кстати, есть, да. Но вот эта наклеечка, это, конечно, вообще хорошо ее видно. Это очень хорошо. Присутствуют ли у нас гравировочки. Да, гравировочки у нас на крышечке присутствуют. При этом они без китайских иероглифов. Они, по-моему, обозначают модель. В общем, все как в Евротест и RST-версиях. Итак, по внешнему виду. Что, гравировки присутствуют. Опять же, при прямом сравнении... Давайте вот прям детально сейчас сравним. Но не так подробно, как мы это сделаем в отдельном видео. Две абсолютно разные версии AirPods 2 с беспроводной зарядкой. При этом одна от одного поставщика, а другая от другого. И здесь есть отличие. Если внимательно присмотреться, то именно сначала надо обратить внимание на кнопку. В этой версии, которую мы только что открыли, она немножко прям на несколько миллиметров. Может быть на полтора миллиметра или на миллиметр. Она может быть на полмиллиметра. Она немножко выпирает. Здесь же, которую мы открывали ранее, можете посмотреть на канале, она немножко утоплена. Здесь она нажимается вот с таким характерным щелчком. Здесь она нажимается вот с таким характерным щелчком. При этом нажать ее, наверное, удобнее здесь. А звучит она приятнее вот на правой версии. Опять повторюсь, что сейчас в левой руке у меня находятся именно те наушники, которые мы только что открыли. Если обратить внимание на металлическую пластину, которая, соответственно, соединяет крышку от основного кейса, здесь у нас присутствует некоторое количество, может быть, каких-то микрозазоров. Здесь эти два микрозазора существуют только в тех областях, где находятся сами петли. Здесь они прямо вот совсем-совсем заподлицо. Опять же, чуть ниже взгляд опускаем. И здесь у нас шрифты и надпись Design by Apple in California. Опять же, здесь она чуть ниже, здесь чуть выше. Здесь каравировочка более, наверное, понятная. Здесь она более, скажем так, тусклая. Но, опять же, даже по качеству пластика, из которого сделаны те и другие наушники, они вроде с одной стороны одинаковые, но с другой стороны разные. И отличия, хоть и минимальные, но есть. Опять же, если мы все это дело открываем, то здесь у нас будет два светодиодика. Что у нас изображено с правой части? На самой гравировочке, то есть, вот эти вот символы, обозначающие там серийный номер и тому подобную техническую информацию, они видны более четко. Слева они прямо заподлицо, как на оригинале. То есть, здесь видно, что, ну, это, скажем так, прям навязчиво бьется в глаза. То есть, наверное, клиенты любят смотреть под крышку, и чтобы у них было видно серийные номера. Здесь абсолютно такие же серийные номера, ну, практически такие же. Опять же, так как качество пластика, здесь он такой молочно-белый, здесь он ярко-белый. Я не знаю, какие еще есть оттенки у белого, но, в общем и целом, здесь мне нравится больше в том понимании, что больше похоже на оригинал. Хотелось бы отметить, перед тем, как мы перейдем к самим наушникам, индикаторы, которыми снабжены эти самые наушники. Слева у нас такой голубоватый оттенок, а справа такой белый. Я не знаю, вы это увидите, не увидите, но вот сейчас наушники я закрою, и обратите внимание на индикаторы, на светодиоды. Они сейчас будут зеленого цвета на том и на том экземпляре. На правой паре, на правом кейсе, более яркий индикатор и светодиод. Итак, в принципе, по внешнему виду вот этих самых наушников, наверное, все. Сейчас будем сравнивать напрямую сами уши по внешнему виду. Итак, перед нами две пары наушников копии AirPods. Слева у нас со свежеоткрытой упаковки от нового поставщика, от другого, скажем так, поставщика. Справа это у нас уже те, которыми мы пользуемся, те, которыми мы, соответственно, уже как-то пытаемся где-то что-то куда-то. Итак, по внешнему виду сами наушники, как я уже говорил, индикаторы, точнее, датчики стоят на более высоком уровне, чем они расположены на этом ухе. Это, наверное, обусловлено тем, что, скорее всего, величина этих ушей разная. Хотя, в принципе, если лоб в лоб сравнивать, да, величина чуть-чуть отличается. Вот эти вот чуть-чуть выше, получается. То есть, сама ножка чуть-чуть выше, прямо если сравнивать лоб в лоб, то да, где-то, наверное, на 3-4 мм. Я еще сделаю детальное сравнение, где мы возьмем рулеточку, сантиметрик и прямо, да. Но при этом здесь у нас непосредственно само вот это оголовье уха наушника, оно меньше, чем здесь. То есть, очень-очень все это дело похоже. Но если вы посмотрите на вот эту часть, на вот этот полукруг, полуовал, и его разницу к концу вот этого наушника, где находится уже сетка динамика, она непосредственно здесь шире, чем вот здесь вот. То есть, из чего я могу сделать вывод, что вот это вот оголовье, вот это само ухо, которое вставляется в ваше ухо, вот этот наушник, который вставляется в ваше ухо, в этой версии чуть больше, чем в этой. То есть, мне кажется, с одной стороны это плюс, с другой стороны это минус. По датчикам у нас здесь, 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 здесь. То есть, микрофоны, никаких проблем и отличий нет. По сеточке, здесь она немножко серая, здесь она черная. По внешнему виду, внутренней части наушника тоже практически никаких отличий нет. Здесь она у нас выглядит немножко на разных, на разных расстояниях друг от друга. То есть, вы видите, что вот этот кружок датчика находится ближе к этой полоске датчика. Здесь она немножко подальше. Опять же, обусловлено тем, что, скорее всего, одно из этих ушей чуть больше, другое чуть меньше. напрямую сравнивать, ну что, с штангенциркулем. Ну, наверное, наверное, мы это сделаем. Повторюсь, по весу. Давайте пока без прибого сравнения. Но я думаю, что обе эти пары весят примерно по 3 грамма, 2-3, максимум 4 грамма, один наушник. Потому что сейчас китайцы уже пришли к тому, что вес абсолютен во всем. Это мы складываем сюда. Как я вам говорил, они выглядят следующим образом. А эти складываем вот сюда. Что я вам хочу сказать. Отличия есть. Отличия есть. Они без прямого сравнения не будут известны ни вам, ни вашим покупателям, ни вам, если вы будете единственным пользователем. Вот это качество конструкции мне нравится чуть больше, чем это. Но, с другой стороны, надо смотреть, как в повседневной жизни это себя все дело проявит. Потому что, опять же, одно дело распаковать, а другое дело, допустим, поиспользовать в течение нескольких дней или хотя бы часов, чтобы понимать, что и что из себя представляет. В принципе, во всем остальном они практически полностью идентичны. Мне кажется, даже качество, точнее, сам бокс на этих наушниках чуть-чуть меньше. Но, опять же, мы все это дело замеряем более точно рулеточкой с сантиметриком. И обо всем об этом я вам расскажу в следующих видосиках. Следующее видео, я думаю, будет из серии «Сколько весят неоригинальные AirPods, копии AirPods 2». В нашем случае будем сравнивать и взвешивать две версии от поставщика А и от поставщика Б. Большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Если информация вам была полезна, поставьте лайк или дизлайк, без разницы, но проявите свою активность. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и вообще в целом, есть ли какие-то отличия, что вы заметили, может быть, я этого не заметил. Ну и пишите слово «Дональдак», тем самым я пойму, что вы досмотрели до этого момента. Ну и подписывайтесь на канал, потому что здесь будут выходить интересные видео, на которые вы не найдете нигде в другом месте. Совсем скоро увидимся, у меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok